Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, тяжелый вопрос. В юности бросил своих детей. Сейчас хочу наладить отношения. Надо ли это делать? Надо попробовать и постараться. Это тяжкий грех. В нем надо сначала прежде всего пойти и принести покаяние. Потом надо попытаться появиться. Если они вас пустят, то вы можете войти в их жизнь в ту степень, в которую они пустят. Они вас уже никогда не смогут воспринимать как полностью настоящего отца, к сожалению. Вы можете стать им старшим другом. Вы можете что-то попытаться додать им из того, чего вы их лишили когда-то в детстве. Но претензии на то, что они будут вас почитать как настоящего отца, от вас они слышать не должны. Бывает, что ребенок не может видеть отца. Он рос в состоянии преданного человека. Как один мне, уже взрослый давно мужчина, вот так вот брошенный в детстве отцом, сказал, что я живу с вот такой дырою в сердце. Вот эту дыру пробили вы. Но может быть, сейчас вы можете чем-то им помочь, чем-то послужить. Может быть, они и так воспитаны матерью, что у них нет ненависти к вам или презрения или отторжения. Такое тоже бывает. У меня есть один крестник, у которого отец — это мой друг детства. У него был роман в курортном городе на Черном море в молодости. Роман кончился тем, что женщина молодая, с которой вот у него была связь, она поменяла телефон и оборвала все связи. Прошло 20 лет, и вдруг появляется его сын. Друг ему был в ужасе. Он говорит, я не знал, что у меня есть ребенок. Я пытался его найти, я не смог. Ну, видимо, он не очень хотел, потому что он там потом женился на другой. Но удивительно было то, что этот ребенок появился без единой претензии. Причем даже не надо было делать генетическую экспертизу. Он был настолько похож на отца и остается вот стриженный затылок, уши. Я прямо в школе помню, как его видел. Даже сзади было сразу понятно, чей это сын. А он пришел с благодарностью. Он сказал, пап, я никого не виню. Вот тебя не было совсем, а теперь ты немножко можешь появиться. Вот у меня появилась бабушка, у меня появились дядя и тетя. И я этому рад. Раз в неделю, значит, раз в неделю. Он приехал в Москву, поступил в институт, жил в общежитии, сейчас работает. Отношения прекрасные. Но вот у этого мальчика хватило мудрости не скандалить, не приставать, не злиться, не мучить ни себя, ни своего несчастного от этой истории отца, а быть благодарными за то, что вот хоть что-то он получил. Если вам удастся вот в таком же как бы ключе построить отношения с вашими детьми, если вас простит мать, и это допустит, это тоже очень важно, она может и не пустить вас, вот, то тогда дай бог, чтобы у вас это получилось, и хоть часть любви и тепла, которые они не получили, они от вас получат сейчас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok